всем большой привет хотела показать вам какой красивый закатный цвет у неба и отражение в воде тоже ноябрь сегодня было тепло как летом плюс 20 сейчас к вечерку чуть похолоднее но все равно очень тепло можно ходить без рукавов в принципе белка белка где-то себе ногу подвернула немножко подхрамывает правую заднюю сейчас идет пить такая красота у нас благодаря теплой погоде в ноябре у меня цветут ромашки космос космея точнее и вот еще немножко такое вот цветение поздно посадила думала нет они у меня не зацветут но если в ноябре 20 градусов то почему бы и не зацвести решили ромашки и зацвели так это у меня теплицу сдуло был у нас шквалистый просто ветер надо ее убрать на зиму сложить но все никак потому что все одна все сама никто мне не хочет помогать все бессовестные у нас доме так такие дела смотрите какая красота правда жалко что сейчас не солнечный день только что был дождь сильный ромашки просто прелесть обожаю их надо нарвать не маленький букетик а то скоро морозы грянут и все они с первым морозом сразу умирают приветствую вас всех я сейчас стою на остановке электрички видите железнодорожные пути вот оттуда должна приехать электричка но стою сейчас и жду ее наслаждаюсь солнышком осенним 3 ноября у нас сегодня смотрите какая березка здесь стоит у дороги такой вот вид на окрестности наши которые нас окружают вот эти деревья которые там в ряд стоят это уже вокруг моего кемпинга деревья так что нас зачесался от солнца наверное здесь шиповник кстати я видела люди собирают шиповник наверное делают конфитюр может быть вино я не знаю что делается шиповника может сушат меня кстати где-то еще лежит на сушеный с прошлого года я так и не заваривала забыла участок вспомнила хорошо что вспомнила приду домой заварю наверное в термосе шиповник полезно сейчас как раз а витаминоз осенью поздний уже хотя у нас тут это не ощущается ощущается как ранняя осень потому что до сегодняшнего дня было прям очень тепло днем было и до 26 до 25 сейчас наверно градусов 15 что тут растет такие вот эти ромашечки или что это такое мне очень нравятся сиреневые вот эти такие приятные но они осенью только цветут как раз когда уже других цветов нету вот я сейчас съеду секонд-хенд я же не сказала да какая цель моей поездки ли я сказала сразу с головы вылетает память вообще плохая стала с возрастом с возрастом и со всякими проблемами которые подрывают здоровье да не сря же говорят нервные клетки не восстанавливаются вот наверное так оно и есть так электрички пока нету ну наверное минут четыре где-то так минуты четыре-пять еще осталось с имени сын меня подвез он поехал университет учиться в ене вот а я как раз нас получилось так что ему надо ехать и меня подвез до электрички а в наумбурге мне еще там минут 45 пешочком кстати я всегда это делаю с огромным удовольствием мне очень нравится топать по наумбургу обожают город хотя мне кажется там как-то скучновато жить хотя не знаю это говорит человек до который живет можно сказать на хуторе а вот уже закрывается шлагбаум слышность слышен сигнал наверное сейчас уже подъедет электричка но наумбург такой городок там если вы туристы то можно один-два дня на него потратить там можно много всяких исторических мест увидите наумбургский дом конечно собор с прекрасными скульптурами обязательно надо увидеть хотя я не видела он же электричка едет далеке мне город нравится но жить бы я там не хотела все-таки я лучше уж лучше вы к нам как говорится мне и на природе как-то спокойнее лучше ладно сейчас будем садиться в электричку надо маску достать так что и и Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь дом престарелых, около церкви. Такая вот огромная церковь, храм, собор. Не знаю, как назвать лучше. Костел. Вот здесь часто встречаю котика черно-белого. Но сейчас что-то не вижу его. Здесь, по-моему, просто люди живут в этих домах. Тут остатки старой стены, какой-то прям средневековой, мне кажется. Вот оставили просто вот так вот посреди города. Вот это здание тоже старинное. Видно по этой вот вставке. Похоже, кстати, чем-то на голландскую архитектуру. Ну вот, котика в этот раз мы не увидели. А, кстати, хотела вам рассказать про нашего-то котика. Про белорыжего. Какая у него судьба. Все хорошо. Сразу предупреждаю. Кстати, вот смотрите, много очень таких вот покинутых домов. И с ними ничего не делают. Вот, не реставрируют. Тут они стоят так, такими вот черными окнами, глазами, смотрят в мир. Такие грустные. И ждут, какая участь у них будет. Или их восстановят, или их снесут и построят новые. Крыша слегка просела уже у того, который справа. Вот я все время сбиваюсь с мысли. Котика забрали домой. Он теперь домашний котик. Вот у нас в кемпинге есть несколько семей, которые стоят на постоянной основе со своим мобильным домом. Ну, то есть его уже мобильным даже нельзя назвать. Потому что он уже врос в землю. Этот дом – караван. Такой вот. Вроде как дачка, получается. Она уже там полностью в земле стоит колесами. Колес даже нет. Такие вот сезонные такая дачи. Вот. И пожилая пара. Этот котик к ним приходил все лето. Они его подкармливали, оказывается. Котик – это, знаете, такой наш пострел. Везде поспел. Он везде успевал. И в кафе, и у меня дома, и у других. В общем, короче, он такой хорошенький, конечно же. Такой ласковый. Такой, ну, хороший котик-то. Такой домашний. Вот. И он все-таки к женщине. К этой. На коленки залезал. Ну и залез заодно к ней в душу. Пожилая пара, около 70 с чем-то летом. И дети уже выросли, уже давно. Они живут самостоятельно, они живут вдвоем. И они этого котика забрали. Женщине его стало жалко. Так что котик теперь пригретый и домашний. Я думаю, что многих порадовала эта новость, кто переживал за него. И меня, кстати, очень тоже эта новость радует. Проходила сейчас мимо такой арки. Живописно очень выглядит. Здесь, кстати, закупают старые вещи. Было написано. Голубая увидела, как он трепет булку. Так смешно. Подкидывает. А мы идем сюда. Центральная площадь. А мы идем туда. Смотрите, какая улочка. Вообще, какая-то прям средневековая. И тут же вот такая вот улица. Вообще, мужа, прошу, давай, говорит, с тобой будем ездить в ближайшие города разные. Здесь у нас Тюрингия. И, может быть, в Нижней Саксонии. В Саксонии. Ну, с тех земли, которые у нас тут недалеко рядом. Будем с тобой делать вылазки, гулять. Заходить в кафе, пить кофе где-нибудь. Буду для вас снимать. Не знаю, как вам такая идея. Посмотреть немножечко на Германию изнутри. На небольшие такие вот городки. Ну, Наумбург, конечно, такой городок чуть побольше. По немецким меркам. И очень красивый. Как я уже говорила, день-два. Так вот можно на него запланировать, чтобы все посмотреть, насладиться атмосферой. Ну, это же два дня, я думаю. Ну, вот я уже почти пришла. Вечером, кстати. Ну, не вечером, 10 часа через три. Я думаю, когда я гуляюсь по секунду, меня приедут, заберут муж с сыном. И мы, наверное, здесь в какой-нибудь ресторан сходим. Ну, мне обычно бывает все равно, в какой ресторан идти, честно. Поэтому сын с мужем сделают выбор сами. Пусть они выбирают. А я уже подстроюсь под них. Так вот, не знаю, наверное, сниму. Если не забуду, не сниму еще ресторан. Не знаю, наверное, скорее всего, это будет греческий или китайский. Потому что мужички мои, любители такого вот. Так, цены на бензин. Такие вот. На сегодня. 3 ноября. Кому интересно. Вот, а я сейчас перехожу через дорогу вон туда, вот к этой школе на углу. Огромное такое старинное здание. Это школа. И пойду в секунд. А уже сам поход в секонд-хенд вы уже увидите на моем втором канале. Оля Ретро Чормани. Можете просто набрать в поиске ютуба Оля Ретро. Будет мой канал, если вам эта тема интересна. Приглашаю вас всех посмотреть, что есть, что продается в секондах в Германии. В основном это посуда и всякие вещи винтажные. Если вас это интересует, добро пожаловать на мой второй канал. Я говорю мужу, мы сейчас в ресторан пришли в греческий. Говорю мужу, ты же сегодня не побрился. Говорю, что мои зрители о тебе подумают. Сидим в таком ресторанчике. Очень уютно, кстати, выглядит. Видно, что женщина приложила руку к обстановке. Такая вот греческая музыка. У меня Аперо Усприц. Но у остальных так особо никакой фантазии. Кола и апельсиновый сок. Так, нам принесли закуски. Салат вот такой, но у всех одинаковый, поэтому покажу только свой. Вижу авокадо, дыню, гранат, орехи, что-то ещё, редиска, огурцы. Хороший салатик. И здесь мы заказали такие тосты горячие с сыром и с помидорами, с чесноком. Я проголодалась, пока в секунде была. Так что сейчас с удовольствием приступаем. Так, это моё блюдо. Конечно, я это никогда не съем, но понадкусываю. Я даже салат свой не доела. Так, ну сына. И бурж. Продолжение следует...